И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже в Мексику на 18 этап нашего челленджа из грязи в князи, и это одна из моих любимых трасс относительно езды, относительно самой гонки, но пилосировать тут не очень-то мне классно, мне классно тут обгонять. Трасса длиной 4304 метра, имеет 17 поворотов, 2 зоны DRS и очень-очень длинную стартюнишную прямую, прям очень длинную, где будет, наверное, почти половина обгонов моих, наверное, ну и ботов тоже. Ну и в принципе, Мерседес этой трассе достаточно хорошо подходит, и мощность есть, и поворачиваемость есть, так что тут должно быть мне на Мерседес ехать достаточно комфортно. И да, это последнее видео с этим ужаснейшим микрофоном, сегодня я иду забирать новый микрофон, и надеюсь, что вы такого плохого звука больше не услышите нигде. Так, ладно, у нас показывают Роберта Кубецу, который стартует прямо передо мной на 19 позиции, но полную стартную решетку мы увидим уже с секунды на секунду. Ладно, также у меня еще я накачал модов на ливреи 2020 года реальный F1, и надеюсь, что скоро выпущу видео с геймплеем с новыми ливреями. Ну ладно, у нас полная стартовая решетка выглядит так, у нас на поле стоит Вальтери Ботос, следом за ним Себастьян Феттель, ну, как обычно, маленький разрыв. Дальше у нас Шарли Клер, Макс Ферстаппин, Алекс Албан, Серхио Перес, Карло Сайнс, Ландо Норрис и Кевин Магнусоном с Никой Хюркенбергом замыкают топ-десяточку. Ну, в принципе, рейсинг-поинт тут должен ехать быстрее, чем Рэдбул и Минимум, может быть, даже наравне с Феррари, потому что это, ну, рейсинг-поинт, да. Ну, ладно, это мы уже проверим в самой гонке, а мне надо будет хорошо стартовать и как-то прорваться с первой позиции. Тактика, тут только два пидстопа, другой тактики я тут не вижу. Решил стартовать с Мидиума, а дальше ехать на два софта. Слил топливо и отправился стартовать. И посмотрим, что у нас будет в гонке и будет ли у нас завал в Ферром Повороте. И у нас ГАЗ, ну, так не стартует Грампли Мексики. Я чуть ли не единственный из второй десятки на Мидиуме, передо мной только Рассел на Мидиуме. У нас с ним достаточно плохой старт, но за счет слепстрима и длинного рывка к первому повороту я их быстро нагоняю. Сразу же прохожу два Вильямса, ищу место на внешней траектории, но тут получается так, что я немного блокирую колесо, и получилось так, что я вынужден срезать. Ну, и я, конечно, как чистый игрок, решил отдать всем позиции. Ну, и, в принципе, когда я возвращался на трассу, я отдал позиции немного больше, чем надо, и я опустился на шестнадцатую строчку. Ну, в принципе, ладно, сойдет. Ну, я, конечно, поборолся еще тут с ГАЗ-Сли, он меня, конечно же, благополучно выпихнул за пределы трассы, и меня проехал. Ну, он же двенадцатый, слава богу, остался под Владимиром. А так вот, семнадцатая строчка по итогу старта, где я мог быть четырнадцатым, тринадцатым где-то. Ладно, у нас по второму старту очень хорошо стартовали Рэдбуллы, точнее, Рэдбуллы Макса Ферстаппина, но из-за мотора Хонда, из-за мощности ему что-то как-то не хватило обогнать Феррари. А вот Феррари, особенно Шарли Клер, начал бороться бок о бок с Вартреботсом. Там Макс Ферстаппин у нас, кстати, трассу резал, а Шарли... Вот там вот я на заднем фоне так прикольно выезжаю с этого газона, такой срезаю. Но, в принципе, это достаточно прикольный кадр был, где борется Леклер с Ботасом, и я и еще один Мерседес такой сзади по газону, как трактор. Нет, трактор это было бы по отношению к Фильмсу, у нас же Фильмс трактор создали, да? Верно? Ладно, не об этом у нас сейчас, у нас сейчас гонка, надо когда проходить Пьера Гасли. Пока что не решил себя атаковать где-то, все-таки у меня медиум, надо его как-то подсохранить. Ну и пока что я решил проехаться за ним, не стал лезть нигде, ломать крыло в третьем секторе. Ну, дальше у нас Примая, конечно же, там я имею огромное превосходство с аэродинамикой 3-6 вроде, или 4-7, что-то такое у меня там было. Но, в принципе, порубив все, что можно, не очень-то хорошо я к нему подъехал. И только на третьем круге я смог встрять в их борьбу, где у нас Халк с Квятом борется прям, ух! И Дживенация решила в меня въехать зачем-то и сломать себе крыло. Хоть я ехал по обычной ректоре, ладно. Но, в принципе, я их пройти не смог, и так все еще на третьем круге сижу позади их, да. Вот так вот у нас ломал крыло Дживенация, чем-то решил ко мне внутрь залезть, как любой человек в онлайне, который хочет сразу же тебя обогнать. Ладно, у нас продолжается борьба меня и Ника Хюркенберга, у Ника Хюркенберга какие-то проблемы, он вроде сломал крыло, ну и я прихожу сразу двоих. Не было такого, как в карьере за Мерседес, где я тут всех торпедировал, тут это был достаточно чистый, красивый обгон двух хвалида. Дальше у нас четвертый круг отлетает на этой же прямой Данья Квиад. К сожалению, тут нету ДРС из-за великолепной студии созданий игр Ходомастерс. Спасибо большое, что не можете добавить сюда зону ДРС, но, в принципе, мне и так хорошо. 14-я позиция, но уже Феррари уехала куда-то вперед. Кстати, Леклер у нас прошел Ботоса, и он уже... И, кстати, Ботос уже на хвосте у Феттеля, получается, да. Но это, в принципе, я забыл вставить повторы, забыл посмотреть, потому что на карту не смотрел, пытался проливаться, и уже прорвался до 13-й строчки, потому что прошел Лэнс Астрола. И перед мной уже Роман Граждан, которого надо обгонять с ДРС, потому что у него ее нету. Да, между нами достаточно сейчас большое расстояние, но слепстрим ДРС и все подробные режимы это резко устраняют. Просто нажимаю волшебную кнопку, и сразу я начинаю к нему подлетать, как к стоячему. И он был пройден. Все. И, в принципе, да, мы тут поборолись бок о бок, но за счет Мерседеса я его смог пройти. Тут, кстати, немного опасно было, я на него спрыгнул с поребрика, но крыло он не сломал. Крыло он не сломал. Дальше у нас сходит... Эээ, у нас сходит Алван, да, и знаете что? Значит, едет он, припарковался совершенно в безопасном месте, около там, где должны его закатывать. Но... Посмотрите вот на эту надпись. СК! На трассу выходит машина безопасности. Кудмастерс! Я сначала вас любил за то, что вы добавили СК. Теперь я вас ненавижу, потому что сейчас круг питстопа для тех, кто стартует с софта. Как вы понимаете, мне заезжать еще очень рано. Да, я сейчас выхожу вперед. Да, я сейчас буду вторым по ладике Мерайкене, на который единственный, походу, не заехал с софта. Мне инженер, конечно, предложил заехать сейчас на софт, потом на видео, но я отказался, потому что уже проехал питлейн. Да, я оказался вторым. Да, сейчас я пройду Кимми, но все уже позади сделали один песок, а значит, мне надо отыгрывать у них секунд 20. Это будет, конечно, проблематично. Сразу же прохожу на рестарте Кимми Мерайкене, но Леклер не дремлет. Он сразу же проходит... Подлетает Кимми Мерайкене, но пытается его атаковать. И вообще он ко мне в базу залезает, и я уже с Леклер объеду Буковок и с ним борюсь. Но я так просто его не пропускаю, потому что он на свежом софте, и если я его пропущу, то он улетит в космос. Но я этого, конечно, не хочу. Но рано или поздно это, конечно, получится учиться, и на 11-м круге он начинает меня делать первые попытки обгона. Он выходит из Лепстрима. Он едет быстрее. Да, мотор Феррари. И мы как-то боремся Буковок. Очень боялся, что он сейчас на меня спрыгнет с поребрикой и сломает мне крыло. Но дело дошло до того, что я его просто, получается, пропустил. Просто ни за что. Потому что слишком перестарался с обороной, можно сказать. Перестраховался. Ну и вот получил вот такую вот клюху себе. Ладно. Дальше у меня уже проходит Ботос. Пытался с ним тут побороться. Проехали мы бок о бок, и даже у меня получилось отбить эту атаку. Потому что они, как обычно, во второй, получается, в третьем повороте тебя пропускают. Ладно. Дальше у нас 15-й круг. Ставлю для тебя лучший круг. Но Леклер уже очень далеко до него не доехать. Но Ботос уже с ДРС меня проходит уже достаточно легко. Но оттеснив его на самый край трассы, я смог отбить его снова атаку по внешней траектории его объехав. И, в принципе, мне это нравилось. Потому что это мне идет только на руку. Потому что я сейчас их только замедляю. Дальше 16-й круг. И да, вот такая вот ситуация у нас происходит. Я пропускаю и Ботоса, и Феттеля, который, кстати, прошел Ботоса. Еще и Ферстаппин меня начинает ковать. Просто гениально. Я должен был где-то тут уже заезжать на питстоп. Думать о своем питстопе. Но решил еще немного подождать. И получилось, что вот так вот все это получилось. А впереди еще и Феттель ошибается. Я не должен был пропускать Ферстаппина. Я ошибся Феттель. Из-за этого мне пришлось его пропускать, чтобы не сломать крыло. Из-за этого просто проскользнул мимо меня и мимо Феттеля Ферстаппин. Феттель сразу же от меня тоже получает люлей. И я его тоже прохожу. И Феттель сразу со второй позиции опускается на пятую. Ну, а Ферстаппин вообще классно с пятой на третью проливался. Вообще, найс. Ну, ладно. У меня дальше уже скоро будет питстоп. Но перед этим на восемнадцатом круге я подъехал к Ферстаппину. Далеко от него не отвалился. Позади тоже Феттель. Но Ферстаппина я тоже легко прошел. Но Ботус начал понемногу отъезжать. Вышел на третью строчку. Но дело в том, что им остался один питстоп. Мне осталось сделать два питстопа. У них будет скоро переход на один метеум. У меня сейчас будет переход на два софта. Также еще поставил лучший первый сектор. Потому что ехал в Слипстриме в ДРСе. Но уже на восемнадцатом круге решил, что все, хватит. Надо заезжать на питстоп. Ставим софт. Потом будет еще один отрезок на софте. И будем пытаться как-то подняться хотя бы на подиум. Но, в принципе, после этого питстопа я выезжаю где-то вперде. Потому что мимо меня проносятся группа огромная. Но им, да, они скоро заедут на медиум. А у меня сейчас софт. Мне надо ехать как можно быстрее. А тут передо мной, ну вот, трафик получается. Выехал впереди Киммер Эйкнина и отправился догонять группу, где на хвосте у этой группы был Пьер Гасли. На девятнадцатом круге я ее догнал. Но уже началась волна питстопов. И, кстати, да, два лучших сектора поставил. И выехал прямо на хвосте у Вальтри Ботаса. И за счет того, что они разгоняются из питстопа, а я еду уже почти на максимальной скорости, я его прошел. Вышел уже на шестую срочку, передо мной и вели борьбу Гасли и Горожан. И к ним я сразу же подъехал, перекресив, можно так сказать, траекторию. Прошел сразу же Горожана. И даже без ДРС я приближался очень быстро к Гасли. И по нижней траектории за счет более свежего комплекта я его прошел. И перед собой уже увидел Эликлера, который тоже застрял в трафике. И на двадцатом же круге я догнал Норриса, который как раз-таки сдерживал Эликлера. И был уже достаточно близко к Эликлеру. Поставил также лучший круг. Вышел на вторую позицию, потому что сейчас только заехал Светтель на свой питстоп. И уже оказался в зоне ДРС, относительно Шарля Эликлера. И попытался его уже где-то тут догнать и обогнать. Но на первой прямой, конечно, этого не вышло. Я просто к нему подъехал. Но на второй прямой за счет более мягкого комплекта, более свежего. Хотя у них будет посвежее комплект, но у них медиа. И как бы я пытался к нему как-то приблизиться тут. Но получилось только лучше первый сектор поставить. А дальше я в него уперся в этих поворотах. Потому что я в поворотах быстрее, но обгонять их тут не могу. Потому что это повороты. Дальше у нас идут Эски. Где-то я точно не могу обогнать. Потому что это самоубийство лезть в Эсках, обгонять. Ну и получилось так, что только на выходе из Эсок я могу за счет лучшего выхода его как-то пройти. Что и получается. Я чуть ли в него не упираюсь своим передним крылом. Думал, что сейчас сломаю его. Но, слава богу, не сломал. И помнишь траектории за пределами трассы. По факту я его прошел. Немного пришлось проехать по внутренней траектории. Но вышел на первую строчку. И дальше на 27-м круге уже мой второй пидстоп. Я оторвался немного от Леклера. Но этого все равно не хватает для того, чтобы выехать где-то хотя бы на подиуме после этого пидстопа. Перехожу на свежий софт. Сейчас будет просто квалификационный темп. Последние 8 кругов. И у нас, кстати, резко зашло солнышко. А значит температура от раз и упала. Значит комплект будет перекрываться меньше. А это только мне лучше. Вышел я на позицию под номером 6. К сожалению, позади Переса. Которого мне сразу же надо где-то пытаться проходить. Потому что он меня сейчас будет очень сильно замедлять. Да, между нами сейчас около секунды. Но спустя один сектор между нами будет полсекунды. Что и происходит. Я в конце второго сектора уже прямо у него на хвосте. И там же, где и Ликлира, пытаюсь его пройти. И снова по внешней траектории это у меня получается. Думал, сейчас я его убью. Потому что есть мод на реалистичные повреждения. Но все обошлось. Я просто вышел на пятую строчку. Ну а дальше у нас сходит Кимми Райканен. Который также себе еще и где-то крыло успел сломать. И в принципе ничего из-за этого не появляется. Просто сошел Кимми и как-то, ну, обидно, да. И на 33-м круге я догнал связку Ферстаппина и Феттеля. А значит у меня три круга на то, чтобы выйти на позицию под номером трени и как-то оказаться на подиуме. Ферстаппин сразу же отпадает на старт финишной прямой. Феттеля я не смог пока что пройти. Потому что, ну, не хватило мне максималки. Ферстаппин, как я и говорил, отлетел. Феттеля чуть не уперся. Вышел на 4-ую позицию. Из-за более плохого выхода из третьего порота я не смог сразу же пройти Феттеля. Но уже на 35-м круге у него просто нет шансов против моего ДРСа. И я выхожу на третью строчку. До Ботаса уже доехать просто невозможно. За эти два круга у меня еще и комплект начал подыхать. У них, в принципе, медиум не должен подохнуть, потому что это медиум. Но и на этом уже гонка закончилась. Победил у нас наконец-то Шарль Леквер. Я не помню, сколько раз он уже в этом сезоне сходил. Сколько раз он уже мог победить в этом сезоне. И вообще, побеждал ли он в этом сезоне. Напишите в комментарии, кто следил за чемпионатом. А судя по просмотрам, за ним следит человек 20. Да, найс. У меня Формула 2 собрала, значит, 50 просмотров. А изрядив князец спирает 20 просмотров. Классно. Отлично. Замечательно. Ладно, у нас первый Леклер, второй Боттус, третий Льюис Хэмбельтон, за которого ехал я. Четвертый у нас приезжает Себастьян Кеттель. Пятым у нас доезжает Макс Ферстаппен. Показывают Норриса, который приехал двенадцатым, который, возможно, мне немного мог помочь, задержав Леклера. Но его задержка не очень-то и сработала. Три разных флага на подиуме. Не знаю, что еще тут можно говорить. Леклер, скорее всего, впервые в сезоне побеждаю. За него мы радуемся. Ну и, в принципе, на этом я могу уже и заканчивать. Сейчас мы посмотрим на результаты гонки, на результаты личного зачета и на Кубок Конструкторов, где, скорее всего, я уже чемпион, наверное. И, вроде, кстати, я после этой гонки забираю себе чемпионство, как я и говорил, на Сузуке. И, так как у нас говорит Дэвид Крофт, у нас новый чемпион. Да, вы видите по субтитрам. И, да, я завоевываю чемпионство и оставшиеся три гонки в Остине Бразилии и Абудаби. Я могу ехать вообще на расслабоне. Но, конечно же, я попытаюсь там выиграть. У нас шестой доезжает Перес, потом Сайенс, Риккиарда, Строул и... Данил Крят заехал в одну очку! Даня, красавчик! Даня, молодец! Прям красава. По тактике у нас почти все ехали софт-медиум. Я единственный, по факту, с альтернативной тактикой. А Джордж Рассел решил поехать на медиум и хард, а кубица на последней. А третьих взял хард, да. По контактам у нас ровно ничего, просто два схода, два механических повреждения, да. Албан и Ким Райкнин у нас закончили гонку по механическим причинам. А в личном счете, как я и говорил, я чемпион. У нас третий Ботос, который, скорее всего, уже не дотянется до Фетеля. Так что Фетель, скорее всего, вице-чемпион. Черт-то у нас Леклер, дальше Ферстаппин, Перес, который обгоняет Албана. Прям реализм. И также у нас Риккиара проходит своего партнера по команде Нига Хюльгемерга и выходит на тринадцатую строчку в личном зачете. Кубник конструкторов у нас никаких изменений. Мы уже точно взяли кубок конструкторов. Ну и на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok